Друзья, тут полная задержка. Если мы продолжаем, я решил повторить то, что мы обсуждали в прошлый раз. Клонус и барьер, и скорость ядерных реакций. Я повторю, что для того, чтобы шли ядерные реакции, аппаратоны должны достаточно близко подойти друг к другу, то есть преодолеть потенциальный барьер, который есть, просто клонус и барьер Е квадрат делить на Р. И квантовая механика говорит, что для этого не нужна энергия, максимум этого потенциала. Но мы можем туннелировать. Вот здесь картинка для ЦП реакции я нашел в явном виде. Вот видите, что характерная энергия, главная, которая работает, сейчас мы ее определим, она гораздо ниже, меньше, чем энергия, которая необходима, чтобы классическим образом преодолеть барьер. Теперь смотрите, у нас была формула, очень простая формула, когда у нас потенциал был прямоугольный. Как же мы ее видим? Ну ладно, я надеюсь, я дотянусь. Значит, вот эта формула была получена, мы практически ее получили, решая уравнение Шридендера, что поток, который проходит потенциальный барьер У, который выше, чем энергия Е, и длина его L, значит, он понижает поток вот на такую экспонент. Это, значит, просто решение уравнения Шридендера, и мы фактически ее получим. Здесь у нас, конечно, проблема, на первый взгляд, сложная, потому что у нас потенциал теперь сам зависит от рамки. Но на самом деле ничего страшного здесь нет, потому что мы можем разбить этот потенциал на кусочки. Давайте я вот здесь нарисую, потом сотрую. Надо пройти вот столько, потом столько, потом столько, каждый раз со своим потенциалом. А поток тогда будет, произведение этих потенциалов, тогда вот поток будет устроен таким образом. Это будет S0 на экспоненту, а здесь будет вот это вот, дельта L, а здесь будет, он зависит от U, от R, на экспоненту уже другое, дельта L. Понятно, да? Каждый кусочек будет добавлять экспонент. Произведение экспонента складывается наверху, правильно? Значит, там сложатся вот такие вот суммы, что в итоге получится? Получится интеграл. То есть вместо вот такого выражения в экспоненте появится вот такой интеграл. Понятно, да? Очень простой. Поэтому нам фактически нужно проинтегрировать этот интеграл, который берется за мемные перемены. Который берется за мемные перемены. Давайте мы это и напишем. Значит, я буду только этот интеграл внутри писать, да? Значит, это будет интеграл 2M. Корень надо не забыть, да? Здесь будет U от R. Давайте я сразу напишу E квадрат на R минус энергия. Так. Это только самый верх. Видите, там пропущена буква H. В прошлый раз я тоже понял, что я... И вот это надо проинтегрировать по R. Откуда? Вот здесь важнейшая вещь состоит в следующем. Значит, когда будет эта величина на верхнем пределе? Это будет величина, которая R, да, какое будет? E квадрат, делённая на ε. Это вот дальний кусок. А здесь будет какая-то величина, мы увидим, что она маленькая. Она нам сейчас не понадобится. Так, понятно, какая интегралная защита, да? Это то, что будет стоять под экспонентом и со знаком минус. Я только вот эту величину в прошлый раз не говорю. Так. Значит, ясное дело, мы делаем замену перемен. Мы переходим к переменной, какой хотите, L, которая есть R, ε, делить на e квадрат. Нет, лучше не... Да, R, ε, делить на e квадрат. Значит, давайте здесь вынесем ε. Тогда здесь будет единица, а здесь будет, значит, e квадрат на r, то есть единица на x. Теперь dr, значит, я что здесь делаю? Я умножаю на e квадрат и делю. Вот сюда уже напишу e квадрат. А, тут самое главное, что не под корень. Давайте я тогда здесь напишу. Вот ε я сюда напишу, а e квадрат давайте я вынесу. Что? Да, конечно, конечно. Ради этого все и делает. Ради этого все и делает. Он теперь в конечных пределах. То есть в определенных пределах. Так? И мы видим... Да, это мы уже обозначили буквой dx. Это вот, как я написал уже, единица на x, да? И что мы получили? Какой-то интеграл. Видите, это интеграл есть e квадрат корень из 2m на h и на корень из ε. Потому что тут первая степень, а тут поле. Да? И будет интеграл корень единицы минус x минус единицы dx до единицы. Значит, если мы посчитаем, что вот этот предел маленький, то есть вот на этой картинке левая часть гораздо ближе к нулю, чем правая, там интегрируется, то я могу здесь положить равный единиц, тогда это какое-то число просто. Правильно? Потому что это интеграл, который вот я начинал с этого, он не расходил в нуле. Потому что в нуле это единица на корень из... А тогда вот то, что мы здесь получили, мы получили нечто делить на корень из записи. Вот это был результат, который получил гамма. И вот то, к чему мы идем, это называется гамма в степи. А, вот здесь уже прямо написано, видите? Ответ вот так вот. Где? Вот эту штуку мы уже фактически посчитали. Вот корень из ма тут возник. Ну, когда его в подкорень надо вогнать. Поэтому вот эту величину надо в квадрат возьмите. Поэтому в итоге там гев четвертый, видите? Ну, вы, фактически, вот этот епсилен ж, а, ж тут не случайно. Это гамма. Мы ее посчитали. Вот это был результат гамма, который показал, как от энергии зависит интенсивность проникновения протонов потенциально ем. Вы видите, что вот эта величина, ψилен ж, видите, она только зависит от универсальных константов. А пи, наверное, вот этот интеграл, подозреваю. Больше тут нечем быть. Видите, да? Наверное, пи. Я вот рассказываю, что однажды я смотрел книжку «Учебник для университетов», где подробно обсуждается поправки к этому интегралу за счет того, что вот здесь. Ну, понятно, будут какие-то поправки. Вот. Но опять вспоминаем, что скорость реакции есть не только количество прошедших, но и сколько с данной энергией мы имеем частиц. А это, как мы помним, это есть экспонент Максвелловский. минус ε на t. Тогда полная скорость реакции будет в произведении этих экспонент. Она как раз показывает, что есть некий максимум. Если температура большая, если температура большая, то у нас много частиц большой энергии, нет, неправильно говорим, при данной температуре, при данной температуре. Если энергия большая, то это проходит через потенциальный барьер легко, но таких частиц мало. А если энергия маленькая, то таких частиц много, но прохождение через барьер запрогнено. И тогда вот можно, вот, по-моему, даже смешная задача, которую стыдно давать студентам, даже первого курса МФТИ, посчитать, где максимум вот у этой... Ну вот это было сделано, вот показано, значит, где максимум вот у этой кривой. И тут вот вошла тоже вот эта энергия, ну, вы увидите там, будете считать, там стоит вот такая вот величина, и вот это то, что, в общем, Гаммов сделал, это называется Гаммовский пик. Ну, на самом деле, он не такой уж и пик, как не совсем острый, но самое главное, что он находится, вы видите, да, реальной, реальной температуры много меньше, чем Эпсун-жи. И поэтому это все находится на хвосте функции распределения. Если бы это было не так, то звезды бы не жили вообще не год. А на самом деле есть постоянный источник энергии, вот, достаточно на хвосте. Поэтому вот и происходит такая замечательная вещь. звезда села на главную последовательность и живет там долго, пока постепенно, еле-еле, вот эти процессы не закончены. И причем наша замечательная формула, которую мы получили, что светимость определяется массой, показывает, что быстрее будут революционировать звезды с большой массой. А они находятся на, видите, у них большая светимость, значит, они находятся на левой части диаграммы Герресла-Герресла. Вот мы это обсуждали, что если мы смотрим какое-то скопление и видим много звезд самого левого края, значит, там есть молодые звезды, потому что эти звезды живут там. Значит, это молодое звездное скопление. А если там звезд нету в левой части главной последовательности, то тогда это, значит, старое скопление, как, например, Диады-Плеяды. Вот я повторил конец прошлой лекции, ну и там вот только чуть-чуть вот недосчитали энты. Ну, то есть мы написали, не было утверждения, что действительно при малых иксах вблизи нуля это расходится. Следующий совершенно замечательный момент, где квантовая механика во всю, во весь рост играла, это Чендресикаровский предел. Это звезды, которые находятся вот здесь и которые являются результатом конечной эволюции, когда действительно все ядерные процессы в большинство закончилось и в центре обычных звезд образуются в зависимости от массы, не у всех массивных массах там черная дыра образуется. А если масса не очень большая, то есть это все-таки вот левая часть. Видите, вот сюда вот, вот досюда, ну тут какой-то пунктирчик, но тут звезд уже мало, видите, да? образуется белый карлик, и это звезда, которой уже нет, не проходит ядерный рек. Это звезда, которая светит тем теплом, которое у нее было. Поэтому, если температура этих звезд маленькая, ясно, что это старая, старый белый карлик. И вот замечательная вещь, которая была получена Чандресикаром, вот в этой замечательной статье из двух страничек, он понял, что если вооружиться квантовой механикой, то можно доказать очень простую вещь, что белые карлики не могут умереть массу слишком большую. И здесь вот, если вы приглядитесь, 0,9 масс Солнца он написал. На самом деле, это все очень сильно зависит от химического состава. Мы сейчас поймем, в каком месте это происходит. Но для солнечного состава это 1,4 масса Солнца. И вот сейчас мы увидим. Это интересно, там история, конечно, замечательная. Он плыл из Индии в Англию. продолжает там учиться работать. И вот за это время это придумал, но потом я выяснил, что это, конечно, было не на пустом месте, что в их университет сейчас не вспомним, конечно, как он в Индию приезжал Замерфельд. Замерфельд – это тот человек, который открыл для нас в личину альфа ввел постоянную тонкую структуру квадратно АСС. И, безусловно, там эта проблема обсуждалась. То есть все-таки это было не на пустом месте. Ну вот, значит, замечательная вещь. Значит, на самом деле единственное, что нужно, это соотношение неопределенности Гизенберга. Это соотношение неопределенности Гизенберга днтх на дельта п должно быть больше равно, чем аж пополам. Ну, это расчет на пальцах, поэтому, как всегда, расчет на пальцах мы не будем половинку смотреть. Ну, тут еще, видите, написано, да, это означает, что есть в базовом пространстве ячейка объемом H в одном мере или объемом H в трехмерии, ну, более точно, 2PH в кубе, где частицы с полуцелым спином, а и протоны, и электроны, это частицы с полуцелым спином, могут находиться только одна часть. Точнее, две, здесь уже аккуратно написано, мы знаем, что там два состояния спина еще. Ну, для порядка два, нам не нужно будет это. Тогда, смотрите, если у нас есть звезда, вообще объект размером R большое, то тогда в пространстве импульсов у меня возникают клетки соответствующего размера 2PH. И если я начну заполнять эти клетки частицами, их путь будет N, так, то тогда они заполнят некую сферу. Ну, то есть, там можно будет вблизи нуля, вблизи нуля, но потом я уже не смогу вблизи нуля, мне нужно уже какой-то импульс больше будет. Ну, для простоты делаем сферу. И тогда я могу определить вот тот импульс, буковка F это ферри. Это вот самая простейшая реализация поверхности ферри. поверхность ферри это в импульсном пространстве границы, которая заполнена частицами. Обратите внимание, замечательную вещь. Это все делается при нулевой температуре. Оказывается, температура белых карликов настолько низка, что энергия частиц определяется квантовыми вещами, а не температурой. температурой температурой меньше, чем P-ферри и соответствующей энергии. То есть неизбежно за счет квантовых эффектов у вас будет некое распределение по импульсу. И то есть суммарный импульс этой системы, а значит энергия будет на нулю. и величина этой энергии определяется просто числом частиц, потому что мы должны заполнить это. Число частиц определит нам энергию эффекта. А число частиц, как вот первая задача, которую мы решили с вами, это просто масса звезды делить на массу протона, потому что все равно все состоит из протонов. то есть буковка НВА, вот тут эта форма естественная. Все замечательный вывод, что из-за квантовых эффектов могут существовать объекты, в которых энергия гравитации уравновешивается не газовым давлением, а энергии, вот это называется, вырожденных электронов. Вырожденных в данном случае имеет смысл того, что температура на них не влияет. Их распределение определяется только квантовым эффектом. Давайте делать ровно то же самое, что мы делали для обычных звезд. Удобно сравнивать энергию. Какая у нас полная энергия? Число частиц на среднюю энергию. Для обычных звезд мы там подставляли температуру, а пока написали среднюю энергию, а энергия гравитации минус gm квадрат на р. Число состояний, мы уже поняли, это импульс фермы в кубе, радиус в кубе делить на аж в кубе. Значит, тогда импульс фермы у нас будет задаваться вот такой формы. и вы видите, она пропорциональна массе в степени 1 треть. Теперь смотрите, какой делается фокус. Предположим, что эти частицы релятивисты, тогда энергия будет цена и вместо вот этого усреднения и мы подставляем просто цена по импульс фермы у нас выписан. Что мы видим? Мы видим замечательную вещь. И первое слагаемое и второе обратно пропорционально радиусу. Теперь любая система примется к минимуму радиусу, то есть к минимуму энергии. Значит, у нас возникает два случая. Значит, вот, ага, тут вот написано уже, вынесено, значит, тогда все зависит от того, что в скобках. А в скобках уже величина зависит от массы в разных степенях. Поэтому есть критическая масса, вот она фактически Чендрисикаровская есть, вот тут уже написано, это когда там ноль. В чем разница? Разница очень большая. Значит, смотрите, есть ли масса маленькая, квадрат растет быстрее, неправильно. Вблизи малых масс квадратичная парабола всегда меньше, чем... 4 трети она тоже идет, но она меньше. Поэтому у вас эта величина положительная. Значит, если она, эта величина положительная, нам хочется, чтобы радиус рос. Запомнили пока это? есть ли же масса достаточно большая, большая, чем Андрисикаровская фигня? Копка у нас величина отрицательная, и тогда мы хотим, чтобы радиус наоборот становился меньше и меньше. И вот это в реальности и происходит. У вас, если масса становится больше Андрисикаровской массы, у вас нейтронная звезда, в разобращение, белый карлик хлопывается и образуется нейтронная звезда. Собственно, этот процесс всем хорошо известен, это знаменитые сверхновые типа 1А, они тем и замечательны, что они все одинаковые, потому что процесс один и тот же. Белый карлик обычно в двойной системе за счет окреции вещества постепенно достиг Чандрисикаровского предела и топился. Так вот это нет, 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 конечно, часть выбрала. На самом деле вот эта проблема до сих пор не решена. Почему происходит выброс? Значит, я же сказал, взрыв сверхновый, но он сопровождается тем, что центральная часть хлопывается в нейтронную звезду, а часть выбрасывает. И мы видим это событие как сверхновую, причем, еще раз повторяю, что это все одинаковые совершенно события. Но причина этого именно то, что очень много таких звезд находится в двойных системах, идет перетекание постепенно масса увеличивается. Вот, значит, вот существенно это зависит от химического состава. Значит, где, давайте, раз я же это сказал, давайте посмотрим, где. Я немножко это потерял, да? Значит, смотрите. оптимического состава у нас будет зависеть, электронов на единицу массы. И когда я пишу N вот таким вот образом, вот это пишу N, это же электроны, видите, да? А здесь протоны. Это я написал для электрон-протонной плазмы. Если же там хотя бы немножко есть то, что называется металлов, хотя металлов в астрофизике называются элементы выше деле, ну, понятно, да? Другие элементы, то там вот здесь нужно сделать поправку. Вот в этом месте, вот в этом моменте. Понятно, да? И тогда будут коэффициенты. На самом деле вот там может быть и 5, по-моему, для водорода число 5 масс Солнца. Я сейчас не помню. В общем, достаточно сильное отличие. И вот это число это для состава Солнца. Там есть уже тяжелые 1,4 масса. И вот замечательная вещь состояла в том, чтобы практически во всех случаях, когда можно было хорошей точностью этим занимались весной, определить массу нейтронной звезды, они все были в районе 1,5 массы. Потом было неожиданное открытие, нашли нейтронную звезду с массой 2, массой Солнца, сразу там пришлось кое-что изменить, но подавляющее большинство нейтронных звезд имеет вот именно такой мы наблюдаем факт. Ну вот, здесь вот написано то, что я говорил, при массе больше, чем массе тендерсикарой энергии отрицательно уменьшение радиуса, наоборот, увеличение, вот, взрыв сверх нового, это я уже словами высказал. Теперь, ладно, не буду вас мочить, у нас была задержка, или кто-то знал. Расширение происходит не до бесконечного радиуса по одной простой причине, смотрим на величину по ферме, он обратно пропорционал радиусу. Мы увеличиваем радиус, у меня уменьшается энергия фермы. Когда энергия фермы станет равна mt, мы перейдем из релятивизма, то предположение, которое мы сделали вот здесь вот, да, вот этот момент. Мы же сказали, что релятивистская, да, мы перейдем в режим нерелятивистый, когда я должен написать энергию школьную p квадрат делить на 2 электронных, может ли и электронных, да, и тогда у нас уже будут по-разному устроены зависимость энергии вырожденных электронов и энергии гравитационной, и вы видите, что эта кривая имеет минимум. тогда понятно, что вот радиус белого карлика будет определяться минимум вот этого потенциала. и ничего не стоит значит продиференцировать вов его найти. Я когда эту лекцию писал, уже давно не нашел хорошей картинки, и это картинка из довольно старого учебника, но тем не менее, вот видите, вот этот наклон по радиусу, а с белым карликом все очень просто, потому что мы видим температуру его, так, с другой стороны, если мы знаем расстояние и поток, мы знаем светимость, так, мы можем определить радиус его, сигма так в четвертый, на радиус в квадрате, формула, это нет, и тогда мы можем определять радиус белого карлика, и вот действительно, вот это, а масса, ну опять, в дальней системе мы можем достаточно хорошо определить. И тогда, вот видите, этот закон, радиус обратно пропорциональный корни кубическому из массы, в общем, хорошо, вот так вот на пальцах, удивительно, совершенно, было получено утверждение, которое, конечно, было удивительно. Значит, про нейтронные звезды мы немножко говорили, по-моему, в прошлый раз говорили, в смысле весной. Значит, Ландау, обычно ссылается на работу Ландау, забавность состоит в том, что эта работа была написана до того, как был открыт нейтрон, Ландау просто говорил о звезде-ядре. Плотность ядерная была известна, если масса, порядка массы Солнца, то тогда и плотно, значит, можно оценить радиус. вот действительно 10 километров можно было сразу понять. В астратфизите это немножко позже, БАДы и ЦВИТи связали их, кстати, со сверхновыми. И сверхновых, вот, подтверждение того, что вот так все это происходит, состоит в том, что основная энергия при этом, оказывается, идет нейтрин. сверхновая энергия, идет нейтрин, потому что протон, электронная плазма, просто за счет того, что плотность становится очень большой, электроны вдавливаются в ядра и образуется нейтрон и нейтрин, вот этот выход оказался самым энергоемким. В оптите сидит гораздо меньше. Ну вот, к сожалению, или к счастью, что-то давно рядом с сверхновыми не взрывались. Вот, сколько уже прошло? 30 лет относительно близко сверхновая. Она всегда годом обозначается. Значит, были нейтрин обнаружены. Ну и с тех пор вот таких хороших событий не было. Она в мобиленном облике достаточно далеко. Значит, надо сразу сказать, что вот все почему-то так говорят, что вот нейтронная звезда состоит из нейтронов. На самом деле по одному проценту что-то идет обратная реакция. И там есть и протон, и электрон. Но, правда, наверное, там где-то процентов. Процент. И еще очень важный момент, что кора, она из обычных ядерских. Там я рассказывал, что очень интересная электронная оболочка, другая, если магнитные поля порядка 10-12 гаусс, у вас не филлическая электронная оболочка, а в виде ниточки, потому что радиус вармаровского кружка много меньше, чем радиус вармаровской орбиты. Я это в свое время говорил. Но в смысле ядерного состава внешние слои это обычный ядер. Внутри, да, внутри нейтронная там жидкость и там неимоверная наука, хотя на самом деле это не самая последняя картинка. Это разные модели, вот нейтронные звезды дали, конечно, огромный материал по ядерной физике, потому что считать ядерную модель, на самом деле единственное, что нужно знать, надо знать связь, давление и плотность. Ну, правда, еще нужно 10% 20% эффекта общей относительности, надо их учитывать. Но поскольку, вы знаете, даже в обычной механике задача трех тел не решается, а здесь за счет очень большой плотности в радиусе действия ядерных сил многочастей. Задача многочастей. Поэтому есть приближенные методы, и вот видите, разными методами какие разные зависимости массы от радиуса. Видите, как интересно. Вот эта странная материя, с ней это более-менее все понятно. У нее масса растет как куб радиуса. Чем больше набросали чистить, тем больше радиус. А здесь обратная реакция. Чем больше значит масса, чем меньше масса, тем больше равен. Вот именно за счет эффекта теории относительности. Чем больше масса, тем сильнее сила гравитации, тем сильнее звезда зажимы. Ну эта картинка лет 20 назад, 30 она все время повторялась. Сейчас ответ какой-то, во-первых, видите, вот здесь уже этот результат есть. Обнаружена нейтральная звезда с массой двоймасса. Значит, я бы так сказал, даже полторы миллисекунды, которые вот самые быстрые пульсары, это все-таки некритично. И это не очень сильно увеличивает массу. Это правильные слова, но эффект не очень сильный. Да, конечно, при очень быстром вращении вы можете большую массу. Но большой такой игры это не сильно это меняет. А большинство пульсаров действительно в районе Чендресикаровского предела полторы массы Солнца. Сейчас последние данные по-видимому все... Да, и поэтому говорят 10-15 на 10-20 радиус. И вот в частности это некая проблема, потому что массу в двойных системах за счет эффектов общей относительности 4-5 знаков массу определяют. А радиус невозможно, потому что сейчас обнаружено рентгеновское тепловое излучение. Настолько коверкает сильное магнитное поле излучения, что там нету такого хорошего планка. Потому что излучения разные в разных направлениях. У вас обычный план, когда электрон движется как ему хочется, а в сверхсильном магнитном поле поперек магнитного поля двигаться трудно. У него движение только по магнитному полю. Все, уже это не планковское излучение. И поэтому вот радиус... Вот поставить бы эту точку с точностью до километра, даже меньшего, тогда бы я сказал, вот это посчитано правильно, уравнение состояния. Но вот это как когда я был в вашем возрасте, эта проблема была, так она и осталась до сих пор. Хотя сейчас, конечно, все изменилось по-разному совершенно. И уже не надо говорить 10-15 километров, 12 плюс минус один, вот этот кусок, это все-таки уже с точностью 10% нейтронной звезд. Теперь смотрите, а чем нейтронная звезда хуже белого карты? Что мы должны? Значит, нейтронная звезда, ну, конечно, там есть ядерные силы, это все правильно, там есть ядерные силы, но оказывается, оценку можно сделать только точно так, как делать синдресик. Смотрим на критическую массу. Там стоит масса протона, там электронов вообще нет, видите, да? Замечательная вещь. Значит, критическая масса нейтронной звезды должна быть такой же, ну, по порядку, как и масса белого карлика. А радиус что мы должны сделать? значит, ясно, мы должны массу электрона заменить на массу протона. Правильно? То есть, я вот это не сказал, с удовольствием говорю сейчас, то есть, белый карлик это объект, который гравитационные силы уравновешивают давлением вырожденных электронов. а тогда нейтронная звезда будет объект, у которого гравитационные силы уравновешиваются давлением вырожденных нейтронов. И тогда мы видим, что радиус нейтронной звезды должен быть в тысячу раз меньше, чем радиус белого карлика, что я и наблюдаю. И действительно, возвращаясь вот к этой картинке, вот там разные пределы, но в общем, то, что нейтронная звезда не может иметь массу больше, чем три массы Солнца, это самый верхний предел. Не может. Ну, там вот видите, совсем черное это соотношение, это была бы уже черная дыра. Вот там Джейнер революционный. Там еще есть граница, видите, давление меньше бесконечности, потом еще причины, там скорость звука должна быть меньше скорости света, больше ограничения. И действительно, вот у меня на этой картинке нету, давайте я примерно нарисую вот здесь вот. Анатолий Михайлович Черепащук, много лет, который был директором ГАИШа в университете, вот он это все рисовал на протяжении десятилетий. Значит, здесь откладывается масса компактного объекта, нейтронной звезды или черной дыры в двойной системе, а здесь откладывается масса обычной звезды. То есть, компактный объект, а это обычная звезда. И вот здесь, значит, три, два, один, четыре и так далее. И вот, значит, прямо видна дырка. Вот здесь только нейтронные звезды, а здесь только черные дыры. Отличие состоит в том, что у нейтронных звезд может быть магнитное поле, они могут проявлять себя как рентгеновские пульсары, в общем, можно с уверенностью определять, что это нейтронная звезда. И вот они все здесь, а все черные дыры, они имеют массу больше. Нейтронные звезды, то есть, черные дыры могли бы здесь быть, хотя забавно, но их нет. А нейтронные звезды действительно, вот выше быть нет. Их нет. То есть, вот это замечательная такая вещь. Черные дыры, сейчас я даже не помню, да, но это просто вот это мы, это часть некой лекции весной. Значит, сейчас известно черных дыр, хотя вот правильные слова кандидатов в черные дыры, потому что на самом деле это все какие-то объекты темные с большой массой, которые мы никак по-другому не можем интерпретировать, кроме как черные дыры. Ну вот примерно есть 20, может быть, сейчас уже 30 кандидатов галактические черные дыры солнечных масс, когда имеется двойная система и идет перетекание вещества из звезды Компаньона вот на компактный объект. И уже сотни, если не тысячи сверхмассивные черные дыры в центре галактики. Во всех галактиках, по-моему, нету галактики, когда не была обнаружена черная дыра. Но опять же, это просто по вращению звезд, определению центральной массы, которая необходима, чтобы звезды вращались, а мы видим, что там ничего не видим. Не видно там никакого объекта. И считается, что это черная дыра. Так, это я коротко говорил. Теперь просто для информации, у нас однажды на скудранском семинаре, у нас в серверотделе, решили аспиранту одному дать, то есть попросить рассказать все до конца. Это было пять пар. Чтобы вот это все подробно рассказать. И здесь на самом деле есть какая-то значит тайна, черная Потому что вроде Хойтин даже какие-то слова были, что он отказался от этого, от этой идеи. И я спрашивал у людей, которые этим занимались, то есть я ему задавал прямой вопрос. Правда далии. Вот то, о чем я сейчас буду рассказывать, и то, что вы, наверное, из популярной литературы слышали, что черная дыра испаряется, такое, что это все относится к бесконечно долго существующей черной дыре. А как только что-то есть бесконечность, там очень сложно работать. Не бесконечно живущие черные дыры, это не так. А когда что-то бесконечно работает, значит у вас скребок бесконечно много времени гребает снег, Греб бесконечно много снега, а из бесконечности, как вы знаете, можно отнять круга. Не знаю, ничего не могу сказать, но результат у него такой, что черная дыра является тепловым объектом, который излучает частицы, причем с тепловым спектром. Единственное, что я сейчас вам хочу сказать, что если вы поверили в это, то температуру вы можете оценить. И делается это чрезвычайно просто. Черная дыра имеет такой радиус. Где есть радиус, там есть частота, а где частота, там энергия. Вот и все. Вот я получил температуру, которая стоит 8π. Я, конечно, не мог ничего сказать о коэффициенте, но с точки зрения коэффициента я его получил. Теперь смотрите. Конечно, там самое главное – это то, что это спектр тепловой. А спектр тепловой, вот есть еще такой эффект, называется эффект умру. Кто слышал? В свое время это очень обсуждалось. Значит, если у вас зеркало движется с ускорением, тоже бесконечно долго, то оно начинает рождать частицы тоже с тепловым спектром. А тепловой спектр возникает, потому что он движется по гиперболе, а гипербола – это экспонент, а экспонент – это тепловой спектр. Нет, когда знаешь ответ, то начинаешь понимать, что можно это понять. Значит, деталь. Конечно, тепловой спектр – это непонятно. Но то, что спектр может иметь максимум, вот то, чего я пытаюсь вас научить, вот какие-то вот такие на пальцах соображения, вот можно понять, почему. И вот у вас есть черная дыра, да? Точно так же, как и с эффектом Казимира. Если длина волны большая, излучение, то такая волна черной дыры не заметит. Если у вас, вот это более точно для аналогии с эффектом Казимира, если у вас длина волны очень маленькая, то же она не заметит. А заметит она только в тот момент, то есть те волны заметят, у которых длина волны примерно разная. То, собственно, вот здесь и нарисовано. Видите, да? Вот тоже здесь нарисовано. Нарисовано, что температура соответствует длина волны размера горизонта с собой. Вот тут больше ничего не будет. То есть будет иметь максимум где-то. Почему температура? Это я говорю, это уже более высокое. Ну вот, надо сразу сказать, что с астропедической точки зрения, это, может быть, космология имеет отношение, но так не имеет ничего даже близкого, потому что температура для массы, порядка массы Солнца, это смешно. И вы не увидите ничего никогда. Да даже если вы подставите сюда 10... А, да! Для верхмассивных черных дыр вообще это смешно. Да, там отрицательные жесты. Значит, речь идет только, значит, о каких-то черных дырах малой очень массы, которую смысла в обычной астрофизике не имеет, она и может иметь космологию. Потому что если мы поверим в Ходинга, тогда, конечно, мы можем проснуть и формулу написать. Витимость, сигма-то в четвертой никто не отменял, тогда потерю массы будет. Тогда вы можете оценить время жизни. И видите, для массы равной массе Солнца, это 10,72 секунды, все вы понимаете, что это ерунда, это означает, что никакого эффекта. Но с другой стороны, вы можете обернуть эту формулу и сюда поставить время жизни Вселенной, и тогда у вас получится еще один кубик, который знают все, кто занимается астрофизикой, 10,15 грамм. То есть, если бы, если Хокинг прав, и идет такое излучение, то все черные дыры с массой меньше, чем 10,15 грамм за время жизни Вселенной должны испылить. Нет, я имею в виду массы обычных. А сейчас мы говорим о вот этих объектах. Но вот эти объекты в принципе будут работать только тогда, когда черные дыры и конечны. А, нет, это другое. Это, этот комментарий касался теории. Нет, нет, но это, этот вопрос я задавал там уже лет через 20, через 30, после того, как эффект Хокинга был предложен. И основание этого, ну, что, как говорится, ну, это мне человек сказал, что это уверенно так, а может быть, это не так. И, может быть, там нету никакого противоречия, и, может, эти черные дыры излучают, если они живут конечной войны. Я сказал, что тут есть некий вопрос в этом, что один человек мне уверенно сказал. Понятно, да? Но это не значит, что это последняя истина. Вот. И это вот на заре такой современной астропедии, то есть 70-е, 80-е годы, 80-е это обсуждалось, 70-е, это искалось. Но был дан очень мощный предел сверху на количество черных дыр. То есть если бы было много, то мы бы видели какой-то свет, который нельзя объяснить, который спустили эти частицы, эти черные дыр. А раз так, значит, было мало, и тогда вот был четкое утверждение, что они не могли играть никакой роли в эволюции Вселенной на равном этапе. То есть могло быть так, да, вот. Масса просто обычная сидит в этих, это называется, праймордиал, первичные черные дыры, масса сидит в первичных черных дырах, они определяют эволюцию Вселенной, а потом они распались в излучение, там совершенно другой режим эволюции. Вот, но тем не менее, вот, эти формы были написаны, вот светимость добавленная состоит в том, что перед самым взрывом совершенно универсальная зависимость светимости, здесь, видите, все уже выражено через планковские величины, через массу планка, через время планки. Ладно, это все ерунда обратно, вот Лида мне написала там, есть четверка или нет четверка, это вот задачка, которую я тогда пропущу, этот кусок. Давайте я расскажу про квантовый предел измерения, последний, в общем. Вот это, конечно, совершенно потрясающая вещь, и тут огромную роль сыграла, значит, наша российская советская школа, Владимир Борисович Бродинский, который дожил до открытия гравитационных волн, и их группа внесла огромный совершенно вклад МГУ в создание приборов. Во-первых, они растили болванки, есть картинка, мы это подробно обсуждаем в другой части, гоняется лазерный луч между подвешенными грузиками, сейчас это, вот они изготавливали с очень высокой добротностью монокристаллы, сейчас уже там речь идет, было 16, сейчас, по-моему, 25 килограммов зеркала, вот эти зеркала, сами зеркала, и важнейшая тоже вещь, вот тоже, чем занимался Московский университет, это подвеска, потому что проехал грузовик, как отличить то, что произошло от того, что пришел сигнал из космоса, понятно, да, чрезвычайное, то есть это десятилетие, понимаете, это делалось десятилетие, подвеска, чтобы вот все внешние колебания с демпфиром, вот, и вот оказалось в этой конструкции, которая вирга там километры, а лайга, лайга, прошу прощения, километры, а вирга, которая в Италии, это 400 метров, откачан воздух в туннеле, и вот эта лазерная конструкция, которая определяет, значит, ключевое тут отношение, это вот здесь вот, луковка H, H это относительное изменение метрики, не буду сейчас углубляться, весной мы прямо подробнейшим образом этим занимаемся, значит, H это относительное изменение метрики, и это, грубо говоря, это дельта L, 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 насколько у вас сдвигаются, раздвигаются, грузики, потому что совсем вульгарном состоянии, это просто, значит, буйки на воде, вот они колеблются, и мы относительно, ну, только они вот так колеблются, в гравитационной волне, а буйки так колеблются, да, но идея все тоже самая, именно поэтому, видите, два, делают два плеча, потому что если придет гравитационная волна перпендикулярно лучу, то вы ничего не увидите, у вас в уйти будет вот так вот колебаться, расстояние между ними будет, и вот так они будут колебаться, расстояние между ними не будет меняться, и вот в этой конструкции, видите, здесь минус 20, значит, при нескольких километрах, это относительно расстояние 10 минус сколько там, короче, на несколько порядков меньше, чем размер протона, который 10 минус 13, поверите, так вот, эти придыхания мои связаны с тем, что вот в этой конструкции оказалось существенным квантовый эффект, причем опять вот та самая формула дельта-х на дельта-х, существенен квантовый предел, вот в это поверить было совершенно невозможно, но вот вам всего, значит, на одной картинке все формы, смотрите, нам нужно измерить величину дельта-л, раз нам нужно дельта-л, то тогда, извините, должен работать соотношение неопределенности, дельта-в будет h делить на m дельта-л, м дельта-л, массу туда поднесу будет иметь теперь, значит, здесь очень важный момент, это время измерения, здесь вот как раз мостик из того, что мы говорили, после того, как были обнаружены нейтронные звезды в двойных системах, определили время жизни на счет извлечения гравитационных волн, и стало ясно, что такие события регулярны, вот первой двойной системы, за которую дали мобилевскую премию, плюс R19, 13, плюс 16, стало ясно, что время жизни этой системы 200 тысяч лет, то есть, это много меньше, чем время жизни сегодня, значит, такие события встречаются достаточно регулярно, насколько регулярно, это вот была переоценка, пришлось это делать вторую версию Лайга, это открытие произошло не в 90-х годах, а в 10-х годах, через 20 лет, когда ожидали, но самое главное, что стало ясно, что этот процесс происходит, и вот эти приборы главным образом настроены на события, когда сливаются две нейтронных звезды, в этот момент происходит гравитационный импульс. Здесь тоже люди там спорили на ящик КНГК, что принято там, что первыми обнаружат столкновение двух нейтронных звезд или столкновение двух черных дыр, оказалось, что вообще большинство событий, которые открыли, это столкновение двух черных дыр, но я специально недавно спрашивал у тех, кто этим занимается, это не значит, что именно этот процесс происходит чаще всего. Тут хитрость состоит в том, что когда у вас черные дыры, они больше масса, мы поняли, более импульс энергичный, а раз более энергичный импульс, мы можем смотреть гораздо больший объем, и в этом объеме действительно чаще происходит столкновение двух черных дыр. Понятна, да, идея? мы можем видеть нейтронные звезды только из этого объема, а черные дыры вот из этого объема. И вот в этом объеме скорость столкновения черных дыр больше, чем скорость торможения нейтронных звезд в этом объеме. Но если взять единицы объема, то чаще происходит столкновение двух нейтронных звезд. И возвращаясь к тому, что я начал, здесь еще важно время, за которым мы должны это измерять. А время это вот характерное время столкновения двух нейтронных звезд или черных дыр. В общем, это миллисекунды. И поэтому нам еще важно то, параоформу, насколько сместятся эти болванки за счет принципа неопределенности за время имени вот это тао времен наблюдения, которое нам необходимо мерить. Вот это тао это частота волны, то есть период колебания волны, который порядка миллисекунд. Ясно, что если мы будем на большую то усредниться. И тогда из этих двух формул мы получаем минимальный размер, который мы можем болванкой массой L определить за время того. Это просто переписанная формула Гизенберг. И если мы подставим сюда 10 килограмм, а время порядка миллисекунды, мы увидим, что мы получаем те же самые дельта L 10 минус 15 10 минус 17 я сказал несколько порядков меньше, размер протона, который необходимо измерить. Удивительно совершенно вещь. Значит чувствительность гравитационного детектора ограничена квантовыми процессами. И поэтому это нужно учитывать. Здесь я показал как. Это очень старая картинка. Тут наверное вы тоже знаете это поскольку проходили десятилетия прежде чем гравитационные волны были открыты. Метод исследования оказался очень забавный. Было рассчитано десятки тысяч разных вариантов, потому что эти объекты могут двойная система, но еще каждая нейтронная звезда или черная дыра может вращаться вокруг совершенно произвольных осей. И как это все произошло. Был сделан банк данных из более десяти тысяч разных столкновений, прорисованы соответствующие кривые, как должно все происходить, а когда стали наблюдать, стали просто искать вариант наиболее близкий к тому, что ну, вот, здесь вот это, я не знаю, точно нейтронные звезды или первые события с черными дырами, наверное, с черными дырами, потому что, видите, тут очень важный момент, значит, смотрите, даже задачку решаем весной, растет частота, потому что они все быстрее и быстрее вращаются, и амплитуда растет, значит, растет частота, в чем совершенно определенному закону от времени, вот этот закон, он совершенно определен, по нему можно оценить массу сталкивающихся звезд, не буду рассказывать, тут самое главное состоит в том, что, видите, есть нарастание и еще спадение, и вот это вроде вот только у черных дыр, а у нейтронных звезд этого нет. Так, ну, пять минут есть еще, как раз, а, это, ну, это вот, это открытие уже черный дыр, то есть, гравитационных волн уже косвенное одно, косвенное открытие гравитационных волн уже была одна, черная, господи, я уже заговорюсь, прошу прощения, была уже присуждена Нобелевская премия, потому что вот первый этот пульсар, 19, написано, 19-13-16-16, вот, точности вписался то, что предсказывает общий сфере относительно. Значит, здесь указано, насколько раньше проходит периастер система, вот тут сколько, 30 лет, да, 30 лет так, а вот это секунды, 40 секунд, значит, орбита вытянута, значит, мы можем сказать, в какой момент проходил бы периастер, если бы не было излучения гравитационных волн, а за счет того, что есть излучение гравитационных волн, орбита становится все более тесной и начинается все быстрее, быстрее, период уменьшается. Мы все быстрее, быстрее проходим периастер по сравнению с тем предположением, что он бы остался бы постоянным. И вот важно то, что этот процесс накапливал. Вы видите, насколько точно идет все по теории Эйнштейна. Значит, точность порядка десятых процентов. Там есть некие тонкости, не буду сегодня про это говорить. Так, значит, у меня тут еще осталось небольшое замечание. Тут, правда, некая задача решена, которая писта задач. буквально пять минут, очень коротко. Ну, это не совсем квантовый эффект, но вообще-то квантовый эффект. Эффект камптона, когда фотон налетает на электроны, отскативает, а обратный камптон, когда релятивист электрон летит, если он взаимодействует с низкоэнергичным фотоном, он энергиофотона очень сильно увеличивает. И была прямо задачка, вот эта точная формула. Ну, на самом деле надо два раза перейти, сделать преобразование Лоренса, перейти в систему покоя электрона, посмотреть, как он отскочил при лобовом столкновении, и получается четверка. Вот Лида мне даже спросила, что где-то написано примерно просто Лоренс-фактор в квадрате на омега, но это я написал, что это зависит от того, насколько точно понимать, что такое примерно равно. Но в любом случае, вот видите, очень сильное увеличение, но тут очень важная ремарка, кто-то заглянул в Википедию, увидел другую формулу и стал меня спрашивать, что вот эта формула, она тоже, только когда Лоренс-фактор много больше единиц, там тоже какая-то поправка идет, при лобовом столкновении, понятно, да, электрон и потом сталкиваются лобовым образом, тогда вот 4 гамма-квадрата. Если вы усредните по всем углам, то там вот такая формула. И тут Лоренс-фактор первый стиль. И вот это в астрофизике сплошь и рядом происходит, потому что очень разные классы объектов, там квазары, еще другие объекты, мы должны кончать уже, все, практически кончаю. вот такой двугорбый профиль, причем тут несколько порядков. Вот это рентген, а это сверхвысокие энергии. Ну и все, тогда тут же люди это объясняют тем, что перебрасывается энергия из низкоэнергичного в высокоэнергичную часть, тогда есть ли здесь 10 порядков, вот здесь во второй, здесь двенадцатый электрон вольт. Значит, мы смотрим вот на эту формулу и сразу говорим, значит, там есть релятивисты электроны с Лоренцфактором 10 в 5. Откуда они берутся, это другой вопрос, но никакого другого объяснения, почему вот у нас такой двугорбый профиль энергетический спектр, понятно? Нет. Ну и заключение очень красивый эффект, Синёев-Зельдович эффект, который тоже надо, конечно, сказать напоследок, да и еще какую-то красивую картинку. Синёев все время рассказывает, как его били ногами, говорили, что этого быть не может, а потом он оказался прав. Если мы смотрим на далекие скопления галактик, где есть горячий газ, вообще вот это слово забавное, потому что говорится газ еще по старинке, на самом деле конечно это не газ, это реликтивный электрон, но все равно терминология горячий газ, как было там в 60-х, если есть горячий газ, то что происходит за счет эффекта Комптона? У вас эти реликтивные частицы взаимодействуют с потонами реликтового излечения, которые точно есть тепловой спектр пунктирчик здесь видите и увеличивают ее энергию реликтивные частицы это конечно не тот эффект огромный лоренс фактор в квадрате но энергия будет увеличиваться и спектр сбегает в высоких порядок а опять же я несколько раз эту картинку рисовал если здесь частота а здесь интенсивность то у вас спектр чернотельный устроен вот таким вот образом и опять же исторически так получилось что вот в реле джинсковской области который мы изучали по одной точке можно определить температуру и так говорится вот температура такая это потому что вот просто я сюда попал и смотрю по реле джинсковской кривой какая температура но тогда получается забавная вещь если мы измеряем на температурах меньше чем максимум у нас температура уменьшилась температура реликтивного излучения уменьшилась за счет обратного комптона веса на самом деле уменьшилась очень мало вот здесь вот вот эта разница нарисована здесь статусу не могу сказать насколько сразу навститку но вот эта сама идея что мы смотрим куда-то и горячий газ кавычка уменьшает температуру это пришлось пробивать со страшной силы но зато теперь это одно из основных направлений следов далеких скоплений галактик потому что там вот изучается вот разное там теперь накручено очень много всего но вот это вот замечательная вещь и в частности есть предсказание очень красивое вот эта последняя картинка которую показываю что изменение температуры похолодания вот здесь не зависит от расстояния до этого скопления потому что с одной стороны значит с одной стороны эти объекты более далекие а с другой стороны раз они далекие значит они более древние а тогда температура реликтового излучения была больше понимаете какая хитрость и два этих эффекта значит компенсируется и вот здесь показаны соответствующие картинки значит уменьшение температуры в направлении долетих скоплений галактики на разных находящихся на разных зерк на разных расстояниях и абсолютный эффект одинаков по свету это совершенно замечательная картинка мне очень нравится моя жизнь в том что каждый день я вижу новую публикацию вот иногда сейчас что-то нет в какой-то момент каждый день была статья по Синяеву Зеленовичу здесь некая тонкость первая работа была по-русски там называлась Зеленовича Синяева вторая статья была по-английски там Синяев Зеленович это как говорится уже пусть историки науки рассуждают на это так друзья все спасибо